А что будет, если мы колесо квадратное, мы пытаемся по неровной дороге. Тяжело катиться, да? По саратовским дорогам оно катилось бы, как по маслу, шутят посетители выставки. Экскурсовод добавляет, по волгоградским тоже и поясняет. А что мы сделали с дорогой? Мы искусственно выровняли расстояние. Так интересно и наглядно теперь в музее краеведения посетителям объясняют законы физики. Всего на месяц сюда приехала интерактивная экспозиция из Волгоградского музея Эйнштейна. Всего она представляет порядка 150 различных экспонатов. Но в турне по городам отправляются не все, лишь избранные. До нас доехало 35. Они уместились в одном из залов. Сама идея занимательных музеев, она появилась очень давно, еще в 30-е годы. Был популяризатор физики Яков Перельман. Он самый первый решил физику делать в виде экспонатов. В Европе открыли порядка таких, очень много таких музеев. И сейчас интерактивные музеи путешествуют по России. Первые были Москва, Санкт-Петербург и Волгоград. Самый популярный и любимый всеми экспонат – этот стул с гвоздями. Его выставляли на показ даже в Государственной Думе. Депутаты были в восторге, вспоминает экскурсовод. И то, что сесть на полторы тысячи гвоздей – это больно, всего лишь предубеждение. Это доказали и посетителям. Ну, лично больно, очень маленькое, так скорее приятное, чем это. А это всего лишь иллюзия контраста. Цвет лошади справа и слева абсолютно одинаков. Все дело в фоне. На темном фоне всегда все предметы кажутся более светлыми, а на светлом фоне, соответственно, они кажутся темными. А вот еще одна иллюзия. Примерно так, в зависимости от расстояния до картинки, Альберт Эйнштейн превращается в Мерлин Монро. Если подойти поближе – опять Эйнштейн. И это не обман зрения, а особенность мозга, поясняет сотрудник музея. Так же, как и это – иллюзия эмоций. Мы видим девушку, которая вроде бы улыбается, достаточно милая. Но если мы перевернем картинку, мы увидим, что почему-то милое лицо превращается в какую-то непонятную страшную гримасу. Если вечным двигателем и маятником уже никого не удивишь, то этот арочный мост без опор все же заставляет восхищаться. Выставка показывает то, что музей может быть не скучным. Как привыкли, что в музей скучно ходить. Нет, эта выставка как раз показывает обратную ситуацию. И она уникальна еще тем, что обычно в музеях нельзя трогать руками экспонаты, а здесь экспонаты можно трогать руками и даже нужно. Для чего? Чтобы вот как раз на ощупь, наглядно попробовать, посмотреть, потрогать и узнать, что такое силы тяжести, силы инерции, как вот эти все законы физики работают в жизни. Посетить выставку и изучить на деле, как работает физика, можно будет в музей краеведения до 3 июля.